ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГНОМ И ДОМ ГНОМ И ДОМ Рыжик, смотри, новая рубашка На ней вышты барашки Разные цветы неземной красоты И чего ты так нарядился, Тихон? Твою любимую уборку в таком костюме неудобно делать Какая-то другая причина должна быть для такого модного парада Нам с тобой праздник нужен Хочу устроить званый ужин Ну что ж, праздник – это хорошо Я люблю праздник Можно что-нибудь вкусненькое съесть? Ты мой гость, а значит решай Торт нам испечь или кровать А что тут выбирать? Конечно, сосиски Зачем сосиски, если будем пить чай? Чего молчишь? Ну твя чай Ладно, ладно Пусть будет торт Песочный со сливочным кремом А я, пока ты готовишь, нам плакат для праздничного настроения нарисую Так, что тут в рецепте? Сейчас почитаем Пункт первый Ага, плиту включаем Вот ты, Тихон, газовую плиту собираешься включить? А знаешь ли ты, как это сделать, чтобы ничего не случилось? И как же сделать это безопасно? Ты расскажи, чтоб стало ясно Надо всегда и везде соблюдать технику безопасности, Тихон Особенно, когда готовишь на газовой плите Бери листочек и карандаш Записывай Да, сейчас спешу-спешу Все, что скажешь, запишу Во-первых, Тихон, никогда не готовь на газовой плите в одежде с широкими длинными рукавами Понял, почему? Конечно, понял При таком приеме не будет пожара в доме Правильно Длинные волосы нужно заплетать или убирать заколкой Бороду в косичку Косичку в узелок Чтоб не сгорел ни один волосок Далее Перестань использовать полотенца, чтобы передвигать горячие кастрюли на газовой плите Использовать надо специальные прихватки Они безопаснее Где они, кстати? Куда ты их дел? Я убрал все эти хваталки Потому что мне их пачкать жалко Доставай и не береги их Здоровье и безопасность дороже Ну что ж, могу и достать Еще, Рыжик, чего нужно писать? Да, еще одно правило Нельзя оставлять просто так зажженный огонь на газовой плите Это непонятный совет А если зима и тепла нет? Для этого есть специальные обогреватели А газовая плита предназначена исключительно для того, чтобы готовить на ней пищу Все остальное с ней делать опасно А если что-то с газом в квартире, нужно позвать помощь по телефону 104 Верно Но до этого лучше не доводить Лучше расскажи мне, Тихон Как правильно должно выглядеть пламя в газовой конфорке? Я послушаю и проверю твои познания Газ в плите должен быть сине-зеленого цвета В этом нет никакого секрета Если он желтый или красный, это признак очень опасный Правильно, еще что? Газ не должен издавать громких звуков, хлопков или свиста и прочих там хрюков Молодец! Утечку газа всегда обнаружить можно по едкому запаху и перекрыть осторожно Умница, Тиша! Все правильно говоришь! Газпром действительно добавляет в природный газ едкий запах, чтобы его можно было почувствовать Пятерку тебе за эти знания! Давай теперь повесим листочек с правилами безопасности на видное место Куда же его повесить, интересно? О, точно, над плитой! Там отличное место! Тихо! Ты, кажется, уже забыл, о чем мы только что говорили Прочитай! Одежду широкую не надевать Волосы прятать и убирать И еще убирать полагается все, что легко воспламеняется Ну и? Понял, понял! Бумажки над плитой не место! Она может там легко сгореться! Молодец! Правило усвоил! Время за торт приниматься Торт будет прекрасен! Порядок действий ясен! Сначала же надо тесто замесить А уж потом плиту включить Итак, приступим! Идем по списку Берем муку, сахар, большую миску Ну вот, пошло дело! Обожаю праздники! Пойду в игровую комнату Там солнце мне подоконник нагрело Готовить вместе торт так увлекательно! А сосиски лучше! Их и готовить не надо! Гном и дом Берем! Берем!